Весенний лес прекрасен, нежная зелень, поют птицы, так и хочется выбраться на природу и как следует погулять, пожарить шашлыки. Однако, не стоит этого делать, ведь огонь может уничтожить всю эту весеннюю красоту. В регионе объявлен четвертый класс опасности. По данным Минприроды, в области этой весной зарегистрировано 34 лесных пожара. Из них 32 – это возгорание по вине любителей жечь траву и жарить шашлыки. Еще два – вина лесопользователей. То есть тех, кто выпили в делянку, решил убрать ветки и прочий мусор радикальным способом. Согласно кодексу, об административных правонарушениях предусмотрен штраф более 100 тысяч рублей. С начала пожароопасности зона на территории области зафиксировано более 380 термоточек. Силы Министерства природы и цикличной экономики и 19 лесничеств находятся в режиме повышенной готовности с ежедневным обходом территории. География пожаров показательна. Большинство возгораний фиксируется по окраинам города в Ульяновском и Чердоклинском районах. Не исключение и Меликесский район. Кроме любителей кутежа на природе, инициаторами пожаров часто становятся фермеры, которые пытаются на своих полях выжечь стерню. 7 мая у нас в микрорайоне Искра загорелись полузаброшенные дачи, которые располагаются между поселком Мостовая и микрорайоном Искра. Я увидел этот пожар совершенно случайно, когда домой возвращался. Подъехал, там уже было несколько местных жителей. Оперативно было проинформировано МЧС по Ульяновской области. В связи с тем, что пожар был в 100 метрах от лесного фонда, проинформирована диспетчерская служба специализированная. Пока мы снимали этот сюжет, пожар произошел в ГСК в районе моторного завода. По словам очевидцев, загорелся гараж, набитый хламом. Как раз тогда, когда мы прибыли на место, пожарным удалось сбить пламя и локализовать огонь. Так что склон Волги не пострадал. Специалисты всех ведомств призывают быть аккуратнее с открытым огнем. Неосторожный щелчок с зажигалкой в неположенном месте может привести к большой беде. Поэтому сейчас все причастные ведомства объединены в борьбе с пожарами. В круглосуточном режиме патрулируют леса и прилегающие территории сотрудники МЧС и Министерства природы. Уважаемые жители, в связи с высокой пожароопасной ситуацией на территории Ульяновской области просим вас соблюдать меры пожарной безопасности на территории, прилегающей к Государственному лесному фонду и на территории лесного фонда Ульяновской области. Запрещено проведение и разжег костра, пал травы и неосторожное обращение с огнем. Продолжение следует...